Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео я хочу вам рассказать о репродуктивном здоровье мальчиков и подростков. Пожалуйста, досмотрите его до конца, в нем будет немало полезной информации. Большинство специалистов считают, что репродуктивным здоровьем мальчиков надо заниматься с раннего возраста, потому что 65% заболеваний, которые оказывают непосредственную роль на репродуктивное здоровье мужского организма, закладываются именно в детском возрасте и подростковом возрасте. По статистическим данным, каждый третий мальчик школьного возраста имеет те или иные нарушения репродуктивного здоровья. И каждый десятый школьник без адекватного лечения в итоге угрожаем по бесплодию в более старшем возрасте. Репродуктивное здоровье определяется правильным функционированием репродуктивной системы, которая включает в себя не только наружные половые органы, куда относятся яички, предстательная железа, семяносящие протоки. Это гипоталамус и гипофиз, которые вырабатывают гормоны, которые правильно направляют работу и осуществляют правильное развитие мальчиков в репродуктивном возрасте. И туда же относится центральная нервная система, которая определяет правильное половое поведение. И, соответственно, это определяет тот перечень специалистов, которые наблюдает ребенка репродуктивного возраста. К ним относятся уролок-андролог, детский эндокринолог. Для девочек это ювенолог и гинеколог. И, соответственно, психиатр и психоневролог, если имеют место те или иные нарушения. Что касается возрастов, которых мы наблюдаем детей, первый раз ребенка с уролок-андролог смотрит в возрасте 3 лет перед садиком. В этот период мы оцениваем состояние развития ребенка в данном возрасте, правильное строение наружных половых органов. Если имеются какие-то отклонения, мы об этом говорим родителям. И, соответственно, при первом осмотре мы даем им рекомендации по личной гигиене, правильному ходу за наружными половыми органами мальчиков. Это является очень важной темой, потому что большей частью к нам родители обращаются с жалобами на различные воспалительные заболевания со стороны наружных половых органов, куда относятся воспаление со стороны крайней плоти, головки полового члена яичек и различные кожные процессы в области мошонки. Напрямую мы осматриваем наружные половые органы, и если выявляем какие-то анатомические нарушения, говорим об этом родителям и решаем вопросы о дальнейшем наблюдении. Большей частью это касается такой патологии, как неопущение яичка, потому что дети эти требуют оперативного лечения в раннем возрасте. Чтобы записать вашего ребенка-куролога в Пироговский центр, пожалуйста, нажмите на ссылку под видео. Продолжение следует...